К другим темам. Работа полицейских Нового Уренгоя признана лучшей в округе. Рейтинг эффективности стражей порядка был составлен по показателям оперативно-служебной деятельности за прошлый год. Сегодня в местном отделе МВД были озвучены их результаты. Чем могут похвастаться правоохранители, а над чем еще предстоит потрудиться, расскажет Владислав Сельнинов. Доклад начальства городской полиции в этом году отличается своей лаконичностью. Предельно кратко обо всех направлениях работы и в завершении главный вывод. Новоуренгойская полиция стала первой по эффективности своей работы среди окружных отделов МВД. Благодаря слаженному взаимодействию органов правопорядка города удалось добиться снижения на 75% зарегистрированных убийств, на 62% разбоев, на 55% крашных квартир и 22% крашных магазинов. Сотрудники полиции смогли сохранить стабильность в городе и не допустить роста тяжких и особо тяжких преступлений. В охране порядка им помогают общественники и казаки. Приоритетным направлением остается профилактическая работа. Во многом благодаря этому в прошлом году не было допущено грубых нарушений общественного порядка, резонансных преступлений и происшествий. Всего было проведено 54 таких мероприятия, в ходе которых проверяются объекты торговли, места компактного проживания мигрантов, лица, состоящие на профилактических учетах в МВД и склонны к совершению преступлений и правонарушений. В прошлом году зафиксировано самое низкое количество ДТП за последние 8 лет – всего 122. И это вызывает гордость у начальников полиции. В то же время проводится работа с пьяными водителями, по вине которых случается большое количество аварий. Сотрудниками госавтоинспекции выявлено 42 тысячи административных правонарушений на общую сумму более чем 80 миллионов рублей. По словам полицейских, уровень личной и имущественной безопасности граждан повысился, в том числе в общественных местах и на улицах города. Однако преступность не дремлет и уже готовит правоохранителям новые сюрпризы. Владислав Селенинов, Антон Берестянский, служба новостей, «Импульс».